О подготовке к тысячестолетию крещения Алании, о том, как в Северной Осетии отметили самый добрый день в году. Расскажем прямо сейчас в эфире новости на телеканале Осетия в студии Елена Черенкова. Здравствуйте! И коротко о главном. Небольшие у нас нарекания по качеству укладки брусчатки, но объект на гарантии и мы обратимся сейчас к заказчику. Реализация программы «Комфортная городская среда» под контролем ОНФ. Специалисты проводят мониторинг по всей республике. В целом нареканий нет, однако слабые точки в некоторых районах все же выявили. Разглашать все не буду, но у нас в любой момент могут привлечь для подавления всевозможных бандформирований. И в огонь, и в воду спецназу в Синроссии отмечают профессиональный праздник. Бойцы на службе даже в праздник. Желание играть на фортепиано стало еще больше. Видеть мир только по-своему. Природа лишила их зрения, но подарила безудержное желание жить и приносить пользу обществу. Сегодня Международный день слепых. Вячеслав Бетаров встретился со схиархимандритом Ильям. Глава республики поприветствовал старца Настинской земли и подчеркнул, что каждый его приезд является важным событием в духовной жизни республики. Говорили о тысячестолетии крещения Алании. Вячеслав Бетаров сообщил, что к этой дате будут отреставрированы христианские святыни, которые служат не только укреплению духовно-нравственных основ, но и являются достоянием всего многонационального народа республики. Старец Ильей поблагодарил жителей республики за радушный прием, подчеркнув, что в Северной Осетии народ с открытой душой, люди полны уважения и доброты. Чувствуется, что с какой открытой душой, с какой добрым уважением и любовью встречает. Для меня очень приятно, что здесь наши, на Великой России, Великой Родине, что мы находим очень радушный прием, уважение, единство. Мы очень благодарны. Уважаемые отец Ильи, рад приветствовать вас у нас в республике. Спасибо, что посетили нашу республику. Знаю, что много верующих, православных христиан обращаются к вам, и вы всегда принимаете их. Хочу вас отдельно за это поблагодарить. В Северной Осетии 34 семьи ветеранов Великой Отечественной войны получат субсидии на приобретение жилья в этом году. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры республики Амтеймур Аскасаев. На эти цели будет выделено 42 млн 557 тыс. рублей. Решение обеспечить социальной поддержкой на жилищное обустройство ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также членов их семей было принято на заседание межведомственной комиссии при правительстве Северной Осетии. С начала года жилищными субсидиями уже обеспечено 43 человека. Широкий общественный резонанс получила история, произошедшая в Уравском районе. Там без жилья осталась ветеран тыла, 95-летняя Тайбат Гибизова. Проблема вышла за пределы республики. Тему осветили на двух федеральных каналах. В Уравском районе уже состоялось два судебных слушания по этому делу. На первом заседании восстанавливали хронологию событий. Пытались установить, как в принципе сложилась такая ситуация. Допросили свидетелей родственников Тайбат Гибизовой. Накануне прошло еще одно заседание суда. Следующее назначено на 20 ноября. В непростой и неоднозначной ситуации развирался и наш коллега Урузмак Балякоев. Сразу после новостей в рубрике «Подробнее» смотрите большой репортаж, в котором автор представит все, что ему удалось выяснить. Итак, напомним. Материал выйдет в эфир в 21.00. Врачи, выявляющих онкозаболевания на ранней стадии, предлагают поощрять премиями. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении. Инициаторы объясняют, проблема распространения онкологических заболеваний в России с каждым годом становится острее. Жизнь людей зависит от того, на какой стадии медицина сможет диагностировать заболевания. Часто онкология выявляется даже в запущенной форме. Законопроект уже предполагает выделение целевых межбюджетных трансфертов бюджетом территориальных фомс на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Предполагается, что это будет способствовать ликвидации кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения. К сожалению, не все заболевания поддаются лечению даже при выявлении на раннем этапе. В офтальмологии ведутся непрерывные исследования, научные опыты. Разнообразие направлений и методов работы ученых позволяет надеяться, что в самом недалеком будущем слепота будет преодолена. Пока же в помощь людям, государство и общество. Поддержать, создать условия, помочь раскрыть талант. Каждая история становления незрячего человека связана с преодолением больших трудностей и верой близких. Героиня нашего сюжета – 7-летняя Анна Гаяева. Девочки уже при рождении поставили диагноз слепота. Но это не мешает ей радоваться жизни, заниматься в музыкальной школе и добиваться больших успехов в игре на фортепиано. Подробнее Галина Греголян. Эта песня просто священа всем мамам, и поэтому она мне особенно нравится. 7-летняя Аня Гаяева уже год ходит в музыкальную студию. Начинала с вокала, потом решила заниматься игрой на фортепиано. Педагоги до сих пор удивляются, насколько тонкий у девочки слух. Нащипывая эти стразики, Аня точно знала, что вот здесь находится нотка до, здесь нотка фа. Потом я подумала, что пора с этими стразами распрощаться, чтобы она как-то сама уже, чтобы ее пальчики привыкали к расположению нот. Первый случай, вот честно, пока я работаю, у меня старушка будет 9 лет, что ребенок, такой маленький ребенок, самостоятельно подобрал к правой руке левую руку. Пока в репертуаре девочки мелодии из любимых мультфильмов, но по словам педагогов, у Ани большое будущее. Ей нравится классика с музыкой, планирует связать будущую профессию. Желаний играть на фортепиано стало еще больше. У меня две профессии. Я хочу стать то ли педагогом по вокалу, а то ли я хочу стать доктором, который уже сердце делает. Мама Ани Вероника рассказывает, о недуге дочери узнали только в три месяца, заметил это врач в детской поликлинике. После были долгие годы борьбы со слепотой. Сейчас Аня в специализированном классе, читать учится по шрифту Брайля. Врач мне сообщает, что она не видит. У нас было много игрушек, мигающих, чтобы мозг не утратил желание и способность видеть. То есть на свет она реагировала, было только светоощущение. Вот в полгода мы начали оперироваться. Сделали до года четыре операции. У нас была полная отсылка сетчатки. В России защитой прав и интересов инвалидов по зрению, социальной поддержкой, реабилитацией занимается Всероссийское общество слепых. Региональное отделение общества есть и в Северной Осетии. Оно объединяет больше полутора тысяч человек. Конечно, есть проблемы с трудоустройством, в частности. Вот, например, если раньше на нашем предприятии работало порядка 400 человек, сегодня чистится 48 человек. И то есть работа, то нет. Несмотря на то, что они в таком трудном положении находятся, жизнь их не сломала, а наоборот, они идут вперед и видят дорогу жизни лучше, чем многие видящие. Незрячие люди, по данным статистики, заставляют одну десятую часть всего населения мира. Среди них много известных и талантливых людей. Они видят окружающий мир, но по-своему чувствуют его. Аня Гуяева, например, через музыку и, возможно, через несколько лет имя девочки из Осетии услышат во всем мире. Галина Григорян, Игорь Ватюховский, Новости Осетии. Поддержать незрячих людей сегодня пришли артисты, представители общественной палаты. Стала доброй традицией организовывать для них концерты. Звучали народные песни и мелодии, читали стихи. Концертная программа понравилась. Для нас каждый год что-то новое делают. Не дают забывать этот день. Всем для этого огромное спасибо. Концертами готовились, наверное, больше месяца. Ходили на репетицию. И коллектив у нас хороший, веселый. Всех друг друга давно знают. Благоустроенные зоны для прогулок и отдыха. В рамках программы формирования комфортной городской среды такие объекты должны появиться во всех районах республики. Проекты создавали с учетом мнения жителей. Уже привели в порядок 12 общественных территорий. Качество работ оценивают активисты ОНФ. В рейд с общественниками отправилась и наша съемочная группа. Обновленная Каштановая аллея в Ордоне – излюбленное место горожан. Старое асфальтовое покрытие заменили на плитку. Установили скамейки, урны, светильники. Федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется в районе уже третий год. Привели в порядок и шесть дворовых территорий. Оценили работы активисты ОНФ. На наш взгляд, сделано все очень хорошо. Здесь очень креативно подошли к этому вопросу. И то, что было по смете, я думаю, что сделали все максимально, подошли со вкусом. Все сделано качественно. И мы хотим обратить внимание всех муниципалитетов, чтобы также подходили ответственно к вопросу. В Дигоре у активистов возникли вопросы. Благоустройство детской площадки вроде и началось, но во время рейда рабочих не оказалось на месте. При этом завершить работы должны в месячный срок. Мы сейчас свяжемся все-таки с городской администрацией, порекомендуем немного форсировать, потому что здесь может быть ухудшение погоды, и тогда будет им, конечно, сложнее. Ответственно к работам подошли в Чикале. Площадка около нового стадиона стала самым популярным местом в селе. Еще несколько месяцев назад здесь был пустырь. Не было даже асфальта. Сейчас это современная прогулочная зона. Установили скамейки, урны, есть освещение. Местные жители говорят, что площадки очень рады. Есть где погулять с детьми. И все же общественники взяли на карандаш несколько вопросов. Небольшие у нас нарекания по качеству укладки брусчатки. Объект на гарантии. И мы обратимся сейчас к заказчику, чтобы это все было устранено в ближайшее время, чтобы в дальнейшем не было разрушения. Всего в этом году в регионе привели в порядок 12 общественных территорий. Мониторить активисты будут все районы. Сабина Гатагова, Аслан Тебиев, Новости Осетии. 29 лет на страже порядка. 13 ноября 1990 года в системе главного управления исполнения наказаний были созданы отряды специального назначения. Их официальными задачами стали усиление борьбы с преступностью, предотвращение попыток групповых нарушений общественного порядка, профессиональная защита личного состава, исправительных учреждений и членов их семей. Сильные, смелые, готовые ко всему. Такими сегодня предстали бойцы спецназа Северо-Астинского отделения УФСИН перед гостями. В управлении прошел день открытых дверей. Подробности расскажет Георгий Дзапавра. Ловкий прием и на запястьях преступника наручники. Даже в свой профессиональный праздник бойцы спецназа не меняют распорядок дня. Рукопашный бой в их работе также важен, как владение огнестрельным оружием. По роду службы бойцы оказываются на передовой, поэтому в физической подготовке уделяют особое внимание. Нас привлекали очень много раз. В Чечне были по охране и административной границе Северной Осетии. Во время конфликтов всевозможных на данный момент мы в составе оперативной группы находимся. Ну, разглашать все не буду, но у нас в любой момент могут привлечь для подавления всевозможных бандформирований и всего остального. Следующий этап – десантирование с БТРа. Отрабатывают штурм захваченного террористами здания. Бойцы говорят, за время работы научились по глазам понимать друг друга. В боевых условиях нужно действовать быстро и слаженно. Задача – застать бандитов врасплох и сохранить жизнь заложников. За процессом с интересом наблюдают дети. Для них провели экскурсию. Рассказали о видах огнестрельного оружия. В арсенале у бойцов спецназа современное оборудование – пистолеты, автоматы, снайперские винтовки. Одна из передовых разработок – пистолет-пулемет «Витязь СН». Уничтожает живую силу противника на расстоянии до 200 метров. Используют его при штурме зданий. Бойцы спецназа ценят его за высокую огневую мощь и легкость. Бойцы признаются – жизнью рискуют часто. Но чувство страха научились контролировать легче, когда рядом надежные товарищи. «Всегда присутствует. Страх – это как бы на инстинкте самосохранения. Как у нас говорят, только дурак не боится. Так, как бы страшно бывает, конечно. А как вы боретесь с этим страхом? Ну, как вам сказать. Мы пытаемся все перебороть. Главное – не паниковать. А страх – это нормальное чувство в человеке, которое, как вам сказать, сохраняет тебя. Ну, трусость, страх и трусость – это две разные вещи». Спецподразделение было создано в 90-е годы. Основная задача – борьба с терроризмом. За годы существования его сотрудники выполняли самые сложные задачи. Неоднократно участвовали в боевых действиях в Чечне и других горячих точках. Георгий Дзапаров, Александр Каджаев. Новости Осетии. О сотруднике Росгвардии рассказали сегодня школьникам о легендарном конструкторе оружия Михаиле Калашникове. Ребятам продемонстрировали стрелковое оружие, состоящее на вооружении соединения, а также показали документальный фильм, посвященный легендарному конструктору. Школьники приняли участие в увлекательной тематической викторине и под контролем офицеров посоревновались в быстроте сборки и разборки автомата Калашникова. Победителей наградили почетными грамотами. По Владикавказе проходит муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Это ежегодное мероприятие. Олимпиада проводится по 19 дисциплинам. Сегодня отвечали на вопросы по литературе. По словам организаторов, обычно самыми популярными предметами, в которых задействовано большее число учеников, становятся математика, русский язык, физика, биология, общество знания. Победители получают возможность поступить в вузы на льготных условиях. Завершится муниципальный этап 29 ноября. Я думала, что будет намного сложнее, но Олимпиада дается очень просто. И как только мы сели, нам раздали задания, все так усердно читали их и очень быстро приступили к его выполнению. Сформированное управлением образования проверяет работы. Буквально в течение нескольких дней известны будут победители, которые продолжат борьбу на региональном этапе. Юные шахматисты из Северной Осетии стали чемпионами первенства Северокавказского федерального округа по классическим шахматам. На интеллектуальный турнир, проходивший в Грозном, съехались более 240 спортсменов из республик СКФО. В Северную Осетию представляли 44 шахматиста, из них 10 стали призерами первенства. Первое место среди девушек до 15 лет заняла Лиана Цамалаидзе. Среди мальчиков до 13 лет – Альберт Акадзев. Тем самым северо-осетинские спортсмены получили возможность участвовать в высшей лиге первенства России по классическим шахматам в Лоу в 2020 году. Сегодня самый добрый день в году. Во всем мире 13 ноября отмечается День Доброты. Праздник учрежден 10 лет назад. Отмечают его по-разному. Объединяет всех желание сделать доброе дело, порадовать близких и нуждающихся в теплоте и поддержке людей. Желающих делать добрые дела было сегодня много во Владикавказе. Благотворительный фонд «Быть добру» при поддержке предпринимателей провели акцию. В центре города прохожих удивляли неожиданными сюрпризами. Раздавали леденцы, цветочные композиции и шарики. В ответ просили лишь улыбаться. День всемирной доброты. Улыбайтесь, общайтесь. Мы не могли пропустить такой праздник, как День Доброты, потому что наш фонд еще и называется «Быть добру». Хотим подарить улыбки всем нашим горожанам и распространить информацию про вот эту акцию «Леденец добра». Все вырученные средства от продаж этих леденцов идут в благотворительный фонд для подопечных детей нашего фонда. На этом моя часть выпуска завершена. Передаю слово своему коллеге из Остинской редакции Феликсу Бритаеву. Феликс Табавщий. Боженглен Ахабар Табираш Асалдар Саннартыка Сабирай Фанышан Канзинан. Жагам разурзыштам он республикой районты Ногараштаты тыхай. Фашивады жардама Саунсавина. Уйжағзыштам Ишманам. Сымдей шагу ажак дарчиву. Уйбажонзыштуд Сабир рекламайфашты. Банкал Макашут. Банкал Макашут.